Здравствуйте, я психолог онлайн школы номер один Гольштейн Кира Владимировна. Онлайн школа номер один это образование в любой точке мира с аттестатом государственного образца. И сегодня мне бы хотелось поговорить о рекомендациях родителям будущих первоклассников на лето для родителей наступает пора когда уже есть понимание в какую школу пойдет наш будущий первоклассник и соответственно приближается пора последнего лета наших ребят в статусе дошколят в общем не успеешь оглянуться а там уже и август и соответственно первое сентября и ведь так хочется чтобы школа для ребенка была радостью о получении новых знаний было только удовольствие так что же делать бежать решать задачи учить ребенка читать считать и писать или все-таки дать ребенку отдохнуть давайте разбираться для начала давайте определимся что же должен знать и уметь ребенок к началу первого класса на самом деле школьная программа обучения выстроена таким образом что ребенок не должен знать фактически ничего программа рассчитана на обучение чтению письму и других дисциплин совершенно с нуля лето это время отдыха закаливание путешествие удовольствие и многие родители считают что именно в это лето нужно им непременно наверстать упущенное научить ребенка считать и читать и писать не надо делать таких ошибок получайте удовольствие от этого лета вместе с вашим ребенком формируйте у ребенка больше позитивных ожиданий от школы не стоит ребенку рассказывать о том как вам было там нехорошо как вы ненавидели вставать каждый день даже если это соответствует истине рассказывайте только приятные положительные моменты рассказывайте о том чему будет ребенка учить рассказывайте о том как могут эти знания пригодиться в будущем для ребенка рассказывайте о том насколько разнообразно его ждет обучение в школе для того чтобы мотивация у ребенка формировалась уже заранее они во время обучения в школе необходимо подумать как ваш ребенок проведет эти летние месяцы постарайтесь сделать отдых ребенка разнообразным но не слишком утомительным и все-таки лучше вернуться за 10 дней до начала учебного года в привычную для ребенка обстановку постарайтесь за лето укрепить здоровье ребенка помните что любые хронические заболевания физические недомогания будут способствовать потом неуспеваемости в школе из нежеланию посещать школу вспомните о том какие игры есть на свежем воздухе бадминтон теннис настольный теннис футбол есть масса игр для того чтобы укреплять физическое здоровье ребенка постарайтесь все основное для школы закупить заранее они бегать последние дни по магазинам сделайте это вместе с ребенком пусть ребенок сам выбирает себе ручки карандаши и пенала это будет для него волнительно и вызовет уже радостные эмоции перед посещением школы примерно за две недели до начала учебного года возвращайтесь с ребенком к распорядку дня который будет у него в школе следите за тем чтобы сон был полноценным как минимум 8-9 часов следите за тем чтобы ребенок ложился спать не поздно как он это делал раньше на каникулах хотя бы в 9-10 часов это необходимо для того чтобы ребенок уже начинал привыкать к школьному распорядку если вы летом все-таки решили не прекращать занятия с ребенком то постарайтесь чтобы они были не длинными полчаса достаточно для того чтобы вспомнить то что ребенок делал до этого я все таки надеюсь что это будет общеразвивающее занятие какие-то игры какое-то рисование в красивых тетрадях уделяйте больше внимания играм развивающим память внимание и мышление не заставляйте ребенка много сидеть читать и писать поверьте он все это успеет в школе читайте вместе с ребенком пересказывайте тексты задавайте ему по этим текстом вопросы можно даже потом сходить в театр по прочитанные книжки или посмотреть фильм подумать чем фильм отличается от книжки задавайте ребенку уточняющие вопросы на какие-то мелкие детали собирайте пазлы играйте в командные игры и учите ребенка играть с другими детьми вспомните все эти игры которые были у вас в детстве на улице крокодил съедобно и несъедобно пусть ребята тоже в это играют учите ребенка самостоятельности очень важно чтобы ребенок уже до школы привыкал к самостоятельным действиям конечно все мы знаем картины когда бабушки дедушки родители завязывают шнурки нашим школьникам перед началом учебного дня и собирают портфели дома утром и разбирают вечером но тем не менее вы гораздо облегчите жизнь и себе и вашему первому учителю если ребенок научится делать это все самостоятельно приучать ребенка к элементарным бытовым навыкам это задача родителей до школы далеко не всякий учитель будет следить за тем чтобы была заправлена рубашка физкультурная форма лежала на месте и тем более были принесены нужные вещи на уроки из дома вспомните себя в школе конечно такие ребята которые постоянно что-то забывают постоянно где-то что-то оставляют не доносят вызывают раздражение у педагога и насмешки у одноклассников что делать чтобы приучить ребенка к самостоятельности элементарно дайте ему какой-то определенных список задач которые он должен выполнять ежедневно это не должна быть рутинная уборка по дому или еще что-то это может быть что-то творческое что-то интересное какое-то интересное занятие которое вы можете ему доверить если ребенок не помнит то что вы ему поручили рисуйте вместе с ним нарисуйте план действий схему пусть он смотрит на нее каждый день и выполнять все поручения которые вы вместе с ним нарисовали если ребенок к этому привыкнет то потом вы будете также составлять план для школьных занятий и это не будет для него чем-то новым а будет обычным и удобным умение действовать по заданной программе очень серьезная задача для школьника если вы всему этому научитесь до школы если вы отработаете это схемы эти планы тогда ребенку будет потом гораздо легче не перегружайте своего ребенка в летние каникулы если вы его загрузите чтением письмом к закупите кучу учебников и будете с ним с утра до вечера заниматься к первому сентябрю ваш ребенок будет просто выжат как лимон и соответственно он уже возненавидит все обучение до школы потому что каждое занятие дома будет уже вызывать у него негатив и эта привычка не хотеть перейдет в школьное время я напоминаю что педагоги всегда об этом говорят что перед школой важно не учить ребенка читать а развивать речь не учить ребенка писать развивать мелкую моторику для этого сейчас в магазинах существует огромная куча игр на память внимание и мышление на моторику собирайте по а пазлы делайте что-то руками пальцами движениями можно просто на пляже копаться в песке собирать камушки это тоже развивает мелкую моторику почитайте какие упражнения и какие вещи все это будут делать вы удивитесь как эти незначительные действия способствуют развитию вашего ребенка кстати очень полезно с ребенком поиграть в школу если ребенок не ходил в детский сад не посещал развивающих занятий не знает что такое сидеть за партой внимательно слушать учителя то попробуйте с ним это проиграть пусть ребенок садится вместе с игрушками вы будете педагогом или наоборот вы будете учеником и ребенок вам все это объяснял чтобы он имел хотя бы представление о том что его ждет ну и конечно не забывайте об основных моментах которые первоклассник уже к началу года должен знать во первых это как его зовут имя фамилию отчество адрес где он живет желательно конечно выучить хотя бы один номер телефона родителей ребенок должен знать времена годов последовательность месяцев дни недели уметь сравнивать группу предметов больше или меньше уметь объединять группу предметов в одно общее мебель животные посуды и так далее уметь находили в группе общих предметов что-то лишнее например из группы еда убрать слово мячик ребенок должен иметь элементарные представления об окружающем мире какие существуют профессии какие существуют предметы живой и неживой природы какие есть правила поведения в обществе и так далее ребенок должен иметь пространственные представления вправо влево наверх вниз ребенок должен уметь поддерживать разговор отвечать на вопросы ну и желательно выполнять требования взрослых потому что в школе разумеется он столкнется с другими взрослыми они только с теми которые его окружали все это время до школы поэтому если ваш ребенок что-то из вышеперечисленного еще не знает как обычно в игровой форме постарайтесь выучить все эти понятия и определения первый раз первый класс это всегда трепет и волнение и если ребенок к этому готов то конечно первый класс для него пройдет легко и непринужденно ваша уверенность и поддержка ему в этом просто необходимо на этом у меня все подписывайтесь на наш youtube канал задавайте вопросы и оставайтесь с нами